Кошки одни из самых любимых и популярных домашних животных, которые живут с людьми уже не одно тысячелетие. Но до сих пор мы не знаем многих фактов из их жизни и истории. Я постараюсь немного исправить это и расскажу некоторые факты из жизни кошек. В отличие от собак, кошки не чувствуют сладкий вкус. Ученые считают, что происходит это из-за мутаций ключевых вкусовых рецепторов. В среднем кошки тратят две трети своей жизни на сон. Биологически на человеческий мозг больше похож мозг кошки, нежели собаки. И люди, и кошки имеют одинаковые области в мозге, отвечающие за эмоции. Кошки, как правило, хватают правой лапой, а коты левой. Также интересно, что большинство лишей среди людей мужчины. В мире более 500 миллионов домашних кошек и примерно 40 признанных пород. Кошки могут издавать около 100 различных звуков, а собаки всего около 10. Кошки не могут подняться на дерево головой вниз. Также они не могут спуститься головой вниз и вынуждены пятиться. Связано это с направлением изгиба когтей. Считается, что древние египтяне были первыми приручившими кошек. Однако останки самого старого из домашних котов недавно были найдены в древней могиле на острове Кипр. Это могила старше ранних египетских изображений кошек на 4000 лет. Во время испанской инквизиции папа Иннокентий VIII объявил кошек злом и тысячи кошек были сожжены. К сожалению, широко распространившееся убийство кошек привело к взрыву роста популяции крыс, которые сильно усугубили распространение черной смерти. Кошка может прыгнуть на высоту до пяти раз больше собственного роста. Первой кошкой-космонавтом была французская кошка по имени Фелисет, запущенная в космос в 1963 году. Электроды, имплантированные в ее мозг, считывали неврологические сигналы, которые передавались на Землю. Фелисет пережила поездку. По легенде, Ной молился Богу и просил помощи в защите еды, хранившейся на ковчеге от крыс. В ответ Бог заставил льва чихнуть и испахтите льва выскочил кот. Максимальная кратковременная скорость, с которой кошка может бежать – 49 км в час. Кошка трется о людей не только ради ласки, но и для того, чтобы пометить их в качестве своей территории. Самая большая дикая кошка в мире – это Амурский тигр. Он может быть длиннее 3,7 метра и весить до 317 кг. В то время, как во многих частях Европы и Северной Америки считают черную кошку символом неудачи, в Великобритании и Австралии она наоборот символизирует успех. Египетская Мао – вероятно старейшая порода кошки. На самом деле порода настолько древняя, что даже само ее название Мао переводится с древнеегипетского как «кошка». У кошек, как правило, около 12 усов на каждой стороне морды. Зрение кошки одновременно и лучше и хуже, чем у людей. Лучше, потому что кошки могут видеть в относительной темноте, а также у них более широкое периферийное зрение. А хуже оно, потому что они не видят цвет, по крайней мере таким, как его видят люди. К примеру, ученые считают, что кошки видят траву красной. Способность кошек находить путь домой называется пси-путешествие. Эксперты считают, что кошки используют или угол солнечного света, или намагниченные клетки в мозге, которые действуют подобно компасу. Челюсть кошки не может двигаться в стороны, поэтому кошка не может жевать большие куски пищи. Спина кошки является чрезвычайно гибкой, поскольку она имеет примерно 53 позвонка, а у людей только 34. Примерно треть всех владельцев кошек считают, что их питомцы способны читать их мысли. У кошек есть 32 мышцы, которые контролируют внешнее ухо. Благодаря этому кошка может самостоятельно вращать уши на 180 градусов. Для сравнения у людей таких мышц всего 6. Одна из причин, почему котята спят почти 18 часов в день, состоит в том, что только во время сна у них выделяется важный гормон роста. В Шотландии коту по кличке Таусер поставили памятник за то, что за свою жизнь он поймал почти 30 тысяч мышей. Первая выставка кошек была организована в 1871 году в Лондоне. Позже выставки кошек стали устраиваться во всем мире. В теле кошки 230 костей, а в теле человека 206. При этом у кошки нет ключицы, так что она может пройти через любое отверстие с шириной с ее головой. Отпечаток носа кошки является уникальным, как отпечаток пальца человека. Сердце кошки бьется почти в два раза быстрее, чем человеческое – 110-140 ударов в минуту. Кошка по кличке Дасти держит рекорд по количеству котят. Она родила более 420 котят за свою жизнь. В 1930-х годах два российских биолога обнаружили, что изменение цвета сиамских котят зависит от температуры их тела. Сиамские кошки имеют гены альбиносов, которые работают только тогда, когда температура тела выше 36,7 градусов. Если эти котята будут оставаться в теплой комнате, то их пятна не будут темнеть и останутся кремово-белыми. Кошки тратят почти треть времени своего бодрствования на вылизывание самих себя. Старейшая родившая кошка была Китти, которая в возрасте 30 лет родила двух котят. За свою жизнь она родила 218 котят. Кота, который держит рекорд по самой большой высоте несмертельного падения, зовут Энди. Он упал с 16 этажа жилого дома и выжил. Самый богатый кот по кличке Блэки. Его состояние 15 миллионов британских фунтов, которые после своей смерти ему оставил его хозяин. Вот такие сегодня факты. Спасибо за внимание. И пока. Пока-пока.